Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Купленов в Плей, это The Quarry, четвёртая серия, поехали продолжаем Нам бы сюда бензопилу, мистер Хэ У меня есть чё вам сказать, но это попозже А здесь очень красиво, когда дети не бегают Да, от них голова кругом Да На рисовании они тебя слушались? Ты видел мои уроки? Я мимо шёл Ну, арт-коттедж стоит вообще на отшибе Да, но там можно срезать Ты чё за отмазки сказал? Ну да, но пришёл посмотреть, ну подумаешь Куда скажешь? Тенистая прогалина, либо скалистая дорога Смотрите, пока серия ещё не разогналась, пока серия ещё не пошла, сразу резко расскажу вам, в чём, короче, прикол Смотрю в комментариях, замечают, что я, типа, выбираю не те варианты, которые мне нравятся, не те варианты, которые вроде как бы А те варианты, которые больше соответствуют характерам персонажей Да, я именно это сейчас и делаю А знаешь почему? А потому что Так будет, для меня так картина будет цельнее То есть мы сначала узнаём, какие персонажи по жизни, сами по себе, что бы они сказали в данный момент Зависит от их характера Что бы было бы, вот это бы Но при этом я пытаюсь сделать так, чтобы они полностью не разосрались Как бы тут надо держать баланс между характером персонажей, полным срачем И вот здесь вот нам нужно примерно быть Чтоб потом, когда начнётся полный, вообще лютый этот, с дет, соответственно Нам можно было как-то из этого выкрутиться Поэтому я выбираю то, что ближе их характером Потому что так мы тщательнее просматриваем и видим историю изнутри Понятно? А не то, что потому что, как бы вот это Поехали! Итак, мы идём куда? Мы собирать хворост идём Значит, соответственно, скалистые дороги нам делать нехуй Потому что на скалистых дорогах хворост мы не найдём Нужно искать хворост где-то там, где он опадает Опадает он где? Правильно, под деревьями А почему там тень? Потому что там деревья, логично, понял? Падает хворост, пойдём туда Давай сюда Плюс мы бы там ещё и ногу могли здесь сломать Или что-то там подскользнуться Как-то всё было бы хуёвно, наверное Аккуратно! Боже мой, ты цел? Жить буду Так, ясно, минус дурачок Здесь скользко, если что А где выбор, что мы, типа, это запомним, нет? Давай, помогу Что, поможешь её поймать, когда она приедет к тебе? Что значит, помогу? Так, используйте вашу передвигаться, хорошо Играем сегодня за всех подряд, красавцы Точнее, вчера и сегодня везде Короче, ещё написали в комментариях мне, что карты Таро Не контурные карты А именно Таро Нужно собирать, короче, везде А не запрятаны в каких-то совершенно непримечательных местах И вот это, кстати, как раз-таки плохо Я об этом тебе уже рассказывал Что Ну не надо делать так, чтобы ходить и ебалом танчить стену Вот так вот, чтобы полностью Чтобы где-то заметить, что что-то где-то блеснуло Это плохо Они должны быть в каких-то, знаешь Я не скажу, что очевидных Но в более-менее каких-то адекватных местах То есть не где-то вон там, за пятым камнем в ебенях А где-то, ну вот тут вот Я же буду тут ходить, смотреть хворост, искать Вон ящик я вижу, уже молодец А где есть карты Таро, я не знаю Поэтому как бы, ну вот В любом случае, даже если мы увидим какое-то будущее Разработчики же никогда тебе в открытую не скажут Хорошее это будущее или плохое Тебе просто покажут, что такое есть Найдена улика ящик лесника Это ящик лесника Похоже на склад припасов для лесников И всех, кто ходит по лесу Голых лесников? Да Ну жарко же Похоже на то Там была, была четаформа сейчас или что? А у меня сзади свет меняется вообще Он сегодня красным горит, я что-то не понял А, не что-то меняется Так, что там за улика лесника, спокойно Ящик лесника Ящик, стоящий в лесу, не заперт Внутри сменная одежда, бутылки Немного боеприпасов Возможно, это принадлежит леснику В этом лесу вообще есть лесник Еще кто-то сказал, что чтобы что-то делать Нужно два раза нажимать Куда два раза нажимать, я не особо понимаю Но судя по всему, это вот сюда Но это открывается, когда открывается что-то еще Ладно, окей Ящик лесника мы нашли Там ничего нет, кроме какой-то футболки Кому эта футболка оставлена была? Ну, голому леснику А зачем? Ну, я объяснил Ну, жарко в лесу, жарко Я заплетался уже А вы типа не будете? Шею себе не сломай, мать Ты что? Не сломай шею, ты аккуратно ходи Что с тобой? Короче, мы что за хворостом пришли И просто по лесу пошироебиться Просто как бы если Ага Вот, вот, вот Ну как? Ну так нельзя Это песенка, чтобы я послушать ходил Я даже в упор подхожу Она не нажимала Что такое? Ну ало, блядь А что не так-то? Сигнальная сирена какая-то судьба Это камера? Да А, камера Может, для зверей Ну, фотоловушка, естественно Да Логично Пожалуй Ну, на самом деле Это вполне себе Правильная камера Знаешь, для чего? Фотоловушка спрятана в листве Она здесь для защиты Или чтобы выследить кого-то Правильно говорил этот пацанчик Не помню, как его зовут Который за директор лагеря Типа, если вдруг ребенок Куда-то ушел, заблудился То просто отследив Этот промежуток времени В котором ребенок пропал Хотя бы можно будет узнать В какую сторону он пошел В какой стране его искать Потому что, знаешь Искать вот здесь вот Это гораздо больше Чем искать конкретно где-то Вот здесь вот Это очень полезная штука Так, вот ловушка В ловушке в лагере Управляются Крисом Хекетом Из тайной комнаты в ее офисе Похоже, он пытается что-то найти Ну, либо он пытается Кого-то от кого-то защитить Но нам почему-то Об этом ничего не говорит Это все очень плохо Как бы не знаю Если они знают Что здесь какая-то происходит хуйня Что здесь, я не знаю Маньяки Что сезон охоты На людей здесь открывают Почему они здесь устраивают летний лагерь Как бы есть вариант Что у них с этими охотниками Какая-то договоренность С охотником С шерифом С местными жителями Что, блядь, за садисты Я не понимаю Но прикол в чем Типа охотник говорят Вот, а лагерь надо содержать Понимаешь, мы будем эти в виду Что лагерь нужно содержать И он должен жить И как-то существовать Они договариваются о том Что давайте вот С 1 июня по 30 июля Вы, блядь, сидите В берлоге никуда не вылазите Типа у нас здесь смена Пожалуйста, не мешайте Все, что после, пожалуйста Как бы кто-то забредет Кто-то там зайдет Кто-то еще Это, пожалуйста, заходите Похоже, мы вернулись к тропе Но так как мы не успели уехать Теперь охота будет на нас О, я знаю, где мы Да? Сюда Подержи-ка Я думаю, что мы в лесу Так А, нарисовать осталось Она же фото Вот это что? Это вид Художественный кружок ведет Серьезно? Мы, блядь, за хворостом пошли Серьезно? Ладно Окей Ну, как бы Допустим А чего они сварались Этими двумя, блядь? Давайте, типа О, меня... Нет, подожди По нему было видно Что он такой застенчивый Давай скажу, что у него талант Блин, Эбби У тебя талант Нет, нет Это фигня Серьезно? Это не фигня Это набросок Но если я сейчас зарисую Потом смогу лучше вспомнить Круто, что ты знаешь такие вещи Ну, да Наверное Ну, многие не в курсе О своих способностях Уверена, ты способен на многое Ну, это да Только вот На что? Ну, это тебе предстоит узнать Может быть, ты хорошо стреляешь в маньяков Разберешься Действительно Может быть, ты очень метко кидаешь топор в лоб главному злодею Я не знаю Может быть, мы как бы выясним Если они собирали хворост на костер То его очень мало Это все очень быстро сгорит Останутся они без тепла и без шашлыков И без зефиров на костре Она в транс вошла Так, тихо, кабан Ты слышал? Кабан, да А, это маньяк с манком Нет, слушай Там что-то есть Это птица Кабан Так, если кабан, блять, надо бежать А, маленький кабаненок Бегите еще быстрее Смотри Он вас сейчас обоссыт Такой кроха Если где-то есть кроха Значит, где-то есть мать Беги, дура Боже, он такой милый Мне кажется, он не должен был с ними так сидеть Он должен быть ссыкушен Он должен убежать Я тебе говорю Кабана, мать, есть Блять Спасать, спасать, спасать Уходи, уходи, блять Я нажал, спасать, Эбе Он упал Совет не дышать Опасность Вас выслеживает неизвестное существо Тихо Затаите дыхание А кабан, блять, кабаном это поможет? Пусть чудовище решит, что вы лишь бездыханное тело А зачем ему охотиться на то, что уже мертво? Посмотрите, как меняются звук и изображения Когда опасность приближается И лишь она минует Бегом Выберите момент и бегите бегом Это прикол, это же неправильно Стоит вздохнуть или побежать не вовремя И зверь поймет, что вы добыча Последствия представьте сами Дикие животные же не охотятся ради охоты Они охотятся, чтобы пожрать Так, уйдешь, чтобы задержать Отпустите мышку, когда окажетесь в опасности А, в безопасности Вдыхалка заканчивается, кстати А можно камеру, блять, мне сверху поставить? Я не вижу, когда я в безопасности буду Хоть что-то, блять, лежи дальше Смешное, блять Ты дикий кабан, вы думаете, головой-то нет? Эта тварь меня чуть не убила Ой, прости, прости Это не смешно Ох, милый кабанчик Ебать, ей смешно Ну да Смешно, пиздец, ладно Зато ей будет о чем рассказать кабану-мужу Откуда знаешь, что это девочка? Успела разглядеть Но она же мать Она ко мне подкатывала О, ты завел себе милую крошку Не такую уж и крошку Я не знаю Мне бы, наверное, было страшно Если бы на меня, блять, из кустов выпрыгнул декабан А учитывая то, что они приставали к ее ребенку Как бы она подсознательно должна понимать, что это опасно И должна была бросить его защищать Она же просто подкатила к нашим товарам Но, скорее всего, я не знаю У меня почему-то не вяжется то, что если мы будем не дышать То хищник от нас отстанет Типа ему нужна добыча Ему не нужна добыча, ему нужно пожрать Они не охотятся ради охоты, они охотятся ради еды Какая ему разница, если, блять, трупом еще не воняет Если свежая, то какая разница, дышит он или не дышит Ужал от страху померло, блять, забирай да ешь Это нас уже заранее готовят к этим К встречам с бандитами Потому что вот они как раз-таки охотятся ради охоты Ну, небольшая несостыковая Возможно, я не... Но, скорее всего, нет А какой раз бывает, такой не бывает Я просто слышал такое, как бы Они дикие звери, они, блять, ищут себе пожрать И не нужно этот инстинкт убийства Вернула, наконец, телефон А он ни хрена не пашет Так заряди, сходи, я знаю где Кто там живет, вот в этом острове? Это же неправильно Там тут же все уехали, а свет горит Использовать, чтобы осмотреться Как примотать? Сделать снимок? Но это подозрительно, что кибитка горит Кейтлин, прикинь Мистер Хэ извращенный говнюк У него везде камеры и есть потайная комната Нет, это не... Стоять, повтори, что? У него глаза повсюду И он следит за нами Не парить чушь, он просто Расставил фотоловушки, наблюдает за лесом и все Одна фотоловушка смотрит на лагерь Алло По-твоему, это не странно? Странно Он должен охранять территорию и детей Наверное, за животными следит У вас совсем нет фантазии Так, а... Что тут у нас? Все готово? Надо сказать, что там как бы не очень Там что-то горит На том берегу, в домике, на дереве Был странный свет Это было стрёмно Там твоя подружка, Райан Корга Хэкетскуори Так, я же тебя просила не говорить Корга Хэкетскуори Что не так с Коргой Хэкетскуори? Вы все? До меня дошло, что это, возможно, наш последний вечер вместе Так и будет Что, неужели только сейчас? Это я для настроя Я еще в начале, когда это дошло Настрой, атмосфера, ну? Кстати, о настрое У меня есть дела Ясно? Плейлист сам себя не составит То есть составит, но... Так, Райан Хочу полот Фу, лексика О, так и задумано Эби, Ник, вовремя А, этого не хватит на костер Я уже шутила В основном тут хорост То, что надо Здесь уже полно дров А, есть дрова Мы принесли бы больше, но там был вепр или кабан Но Ник поступил очень храбро И принял удар на себя А, это я, типа, ее все-таки как-то спас Спас Тебя же бесит эта фраза Нормально Крутые шутки требует жертв О, как смело Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас смешнее Я хочу тебя уменьшить посадить в карман и любоваться, когда мне станет грустно Ладно Я тоже не вкурил сейчас с посылом, но ладно Ай, думай, что вы смеетесь над ним Эй, кому доставку Ого Стоп, откуда взялась эта пушка? Да не сытый Это пугач То есть это ружье, но чисто пугать медведя Мы нашли его в кладовке Ну, а че странно, ладно Не будем его брать Будем его брать Спасибо, пусть не игрушки Пьяным детям, да И И Мы рады предложить вам самый изысканный Из всех изысканнейших деликатесов Хэкет Сквори Ни хрена себе Как раз хрена Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят Хлоп-хлоп, дети не грустят Хлоп-хлоп, дети не грустят Дети уехали Даже не знал, что они еще где-то остались Эй Ковбой, придержи лошадей Это Моя добыча Нельзя махать ими у меня перед носом И ждать, что я не захочу похрустеть хлопиками Эмма Дай-ка дробовик Пристрелишь меня из-за них? А ты как думал, пицца Так Я их выиграю А На стрельбище Ты че, дурак? Не-не-не-не Так не пойдет Нельзя расстреливать патроны, нельзя Нет Алло, нет Никто, ты че, ебанулись? Вам, идиоты, никто дробовик не доверит Да ладно, брось Тут стрельбище в паре шагов всего Будет весело Ногу себе отстрелишь, блядь Поржем потом все вместе Олдскульная дуэль Главный приз Арахисовые хлопики В одно рыло Нет Похоже, они тебе не слишком нужны А, то есть им похуй на мои варианты Я понял Ну окей Ладно, ладно, давайте, ладно, давайте Джейкоб, гони ружье, живо Отда ружье Никакой стрельбы, пока не прекратишь вести себя как мы Ладно, вот ты суди Нам нужен неподкупный рефери Мы тут вообще-то пытаемся вечеринку запустить Да ладно, отвлечемся Ничего с твоей вечеринкой не будет Ну давай Нет, не соглашайся Даже не думай Не надо Нет Нет, я против Окей Будет у нас соревнование по стрельбе Тут есть полянка, на которой можно устроить тир Но если будете страдать херней, я все отменю Не боись То есть, да, мы берем для защиты отпугивание медведей А отпугивать будем чем? Давай, типа, ты нацелишься и будешь делать вот так Это типа выстрел Только чтоб медведь не видел, что у нас патронов нет Медведь же ебанут Просто чтоб ты знал Я мастер по стрельбе Третий разряд Три года подряд Это хуевый ты мастер, надо каждый год поднимать В лагере я каждый год на первом месте Так что, Ник, хана тебе Но если сдашься Я поделюсь с тобой одним маленьким хлопиком Да, сейчас Ты же не видел, как я стреляю Ну ты и не стрелял никогда Наивный ты О, я думаю, я знал бы, если бы ты Так, парни, хорош мериться письюнами Это все, конечно, очаровательно, но в тире Будете играть по моим правилам Вы делаете все, как я говорю Ясно? Отлично Пойду расставлю мишени и захвачу патроны А вы пока не шевелитесь И не трогайте ружье Возьми ружье с собой Я бы им не доверял Она такая сексуальная, когда злится Я всегда такая дебил Да, да, спасибо, спасибо Иди уже А что там уже? А, это рвут Ну и... Как прошло твое свидание с Эбби в лесу? А неплохо так, нормально, защитил от кабана Неплохо, да? Ну... Неплохо Да, молодца! Так, и что было? Ну, ничего не было Ну, пофлиртовали Она очень умная Ага Ммм, да Ну, выясни и того Конечно Не-не-не-не, я все понимаю У всех иногда бывают неудачи Главное, не упусти момент Пока я не увел настоящий мужик Кстати, смотри Я покажу, как настоящий мужик использует ствол У него всякая есть тема на форуме настоящих мужчин Может быть, даже свой раздел Он там модератор Ну да, получишь, когда я скажу Идите сюда оба, правила такие Мишень у вас слева Сперва Ник, потом Джейкоб Не касайтесь спуска, пока не будете готовы стрелять Ясно? Так, точно Так, я должен выиграть хлопушки у него И еще И как они? Помните о разбросе и об отдаче Это дробовик, а не снайперка Фонарик покажет, куда целишься Обучение открыто, хорошо Так, ну-ка, блядь, не успел нажать на куру Так, используйте секунду и где собственно обучение ясно без обучения так мне куда стрелять в арбуз или в бутылку подожди мишени слева это бутылки д очень хорошо ник очко а подожди он не настоящими патронами что подойдем ближе и расхерачим тут все тогда как бы если дробинка попала в бутылку работал кроме настоящие пульки значит давай ник не промажь давай не промажу конечно аккуратней аккуратней так бутылки хорошо вот в эту что ли отлично арбуза это больше очков или меньше очков повезло хуе зло иди отсюда так окей но я всю эту партию расстреляю раз уж сюда прет раз сюда летит учеб собственные нет очко тебе ник умница не она явно за и давали даже давали покажи себя так лучше ты отвернись ник не хочу провоцировать еще одну твою неудачу ладно ладно заткнись и стреляю же дайте мне управлять с винтовкой еще ебанутый пристрелить недолго да все норм он все равно бы не попал эй все были нет иди нахуй отсюда дурачок давайте спеть про хлопики сделаю ваш лакой джеки а а хлоп хлоп наши хлопики хрустят ладно я понял понял нет но я бы ему дал одну штучку нет ни одной бум ты думал это все что же а в смысле ты тоже захотки что ли хлоп хлоп наши хлопики хрустят 11 что за хуйня 11 я тоже все свои мишени поразил поскольку мы приблизились пошла нахуй понятно тебе можешь вместе с этим в кепкой в сба подручку пойти пойти куда он сказал это не честно у нас 11 ну как бы как минимум потому что три из трех у меня три из трех у нее тот который был выстрелен до этого это не считается уж мы подошли мы изменили мишень у нас тир совершенно другой стал это не в счет отошла бы тогда и стрелила бы оттуда ну чё за бред блять охереть ну без хлопиков остался пошла короче ладно все никогда больше таких судей никуда не беру так не честно это бред это полный отвратительный бред так я придумал игра давайте блин лодки где может сегодня видимся в последний раз будет что вспомнить что ты задумал как насчет идеальной игры о тайнах и лжи правда или дело но дилан стайл ну-ка расскажи что он за дилан стайл себя и так вот правило тебя спрашивают правда или дело ты выбираешь и делаешь бум и никаких отговорок то есть просто правда или дело ну да и заставим всех целоваться тех кто выбрал дело да но при взаимном согласии нет это уже нечестно интересно не выскакивай из трусов до своего хода но но и кто будет первым казино сдает так что эби выбирай правда думаешь увернулась да задолжила прям задолжила поцелу тогда вот ты спала с кем-нибудь а я я не буду прерывать чего прерывать ты спала с кем-нибудь в лагере а в смысле нет нет прервать его конец вопроса что ли я ладно эбби давай а чё мешает сказать неправду и сказать что это правда кто не знает в чем соль этой игры ладно ладно выбирай кепку и не знаю заявить поиграли конец игры расходимся по домам к тушите костер идемте спалим все поздно теперь я так рая правда или дело давайте я открытая книга давайте правда секретов у нас зачем это нужно ладно мне секретов давай сразу к делу давай давай ты и мистер хеккет началось что вы делали в его офисе а подожди ну как бы давайте они они еще будут над ним смеяться мне интересно ничего типа он просил у него совет что и как ему поступить потому что он хочет в колледж но он вроде как не может оставить дома семью потому что он то ли бабка то ли мать не очень старая и как бы с сестрой надо сидеть как бы отчет такого-то ну хотя блять я отвечу как бы ладно мне не жалко что ж я знаю что ты хочешь услышать но все очень скучно если коротко мне нужен был жизненный совет ну и что плохого в этом совет да эй эмо я помогу так иди там очень заходишь в настройки там есть такая опция режим инкогни и если его выбрать нет жизненный про колледж и так нечестно я уже ответил на вопрос ну спроси у нас не знаю у вас и так проблем у вас там уже для думал что от слова колледж у джейкоба кровь из ушей польется или типа того эй а я тут причем так 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 подъемки оттихали то самые лучшие подъемки от них никто не ожидает подъемки на подъемка раз и все так кого выбрать а да давайте с этим будем издеваться дальше но джейкоб посмотрим на что ты говорила дело давай окей ты должен перепрыгнуть через этот костер голым голым ооо блин крутяк да я прыгну через него не проблема на голый же я не думаю что это хорошее издевать нормально нет джейкоб стой не надо она записывается я говорю вето ты покалечишься нет эй да ладно я сделаю райн блин да костер и костер что такого вы же взрослые люди нахер все ясно игрались хуи таро за грабом все завязывайте я забираю ход и по брюшер но это не честно блять весело же всем должно дело это опасно конечно чтобы делать эмма ты у нас поцелуешь джейкоба или ника ладно но она выберет него это понятно прости ник но это даже не выбор очевидно что я выбираю ника но у него есть ему нельзя а чё ты бля прокуковала сама надо было ник уход отдавать эмма серьезно-серьезно вы еще еще не понял что нам давно чтобы никто так откажи аллоу ё человек плачет она плачет ты что делаешь блять придурок ты же машетка по взаимному по взаимному согласию же ебать ты руина просто плачет и что надела придурочный сейчас минус ебала минус подруга это же все зачет как тебе сосаться с моей девушкой она не твоя но это как бы это просто игра я не твоя девушка пошел ты ой это просто игра какого хера блять так ладно хорош хотя бы что-то осталось видимо мне стоит пойти за ним а тебе стоит пойти за эбби как не защищай судя по всему здесь все провалено изначально было разработчиками было прописано провал прям с самого начала вот эта песня прям подходит в жопу это все да типа похуй а никто не думал что не просто охотники ну типа начался сезон охоты здесь гуляют кабаны намазались крови чтобы причем звериный скорее всего чтобы просто не свой запас перебить я как всегда очень рада тебя видеть здравствуйте здравствуйте мадам и так что удалось найти ровным счетом нихуя кроме проблем в компании нет ни одной из моих карт и все-таки ты здесь как думаешь почему потому что их еще не было без карт я не могу тебе помочь их нужно найти я хочу вернуть их иди блять и ищи там где потерялась пожалуйста мой друг это все что я могу сказать тайны пока не раскрыты и ночь все темнее мы еще встретимся не сомневайся осторожно где бегают волки там летают вороны там растет трава и недалеко живет медведь мы давай все просто случайные случайные предложения в кучу соберем вот знаешь то как я сейчас ходил по лесу и искал карты их не нашел это нормальное прохождение игры не не нормально и скучно это ходить и реально каждый миллиметр что за детский сад да мне вообще плевать ходить и искать вот это где тупость рвется геймплей жестко класс если сейчас покатишься вниз значит и в лесу там где мы уже были так ладно это похоже на то место где мы были я пришел оттуда пришла да пойдемте сюда туда какая-то шахта развалина непонятно еще я думаю что стропинки не нужно мне отходить правильно ну серьезно ну вот блять ну это же так мерзко вот в первое прохождение они реально заставляют игрока ходить и просто каждую травинку проверять на наличие карт таро это глупо я считаю что именно заниматься прям таким знаешь очевидным и жестким поиском карт нужно во второй раз то есть если человек прошел игру если ему понравилось и он готов зачем это камеру меняют готов потратить еще сколько там идет семь часов на поиск карт то он походит и поищет просто я не представляю вот этого как это можно вообще делать я хожу по тропинкам все логично я не ухожу в лес потому что во первых темно во вторых там я не знаю ядовитые змеи кабаны опять те же давайте посмотрим в камеру чтоб нас увидели да сколько же их тут а это не та же самая подожди смысле сколько мне куда идти мне кажется сейчас дед придет тут вот краской помазанной и меня спасет подожди а может быть дед а это постаревший какой-нибудь винчестер сэм там или дин они типа просто пришли сюда в поисках вот этой старухи хэка сквори корги и типа для этого соответственно они намазались чтобы каким-то образом ее приманить а может он ее сын сколько лет назад была эта легенда мне непонятно что тут кричи 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 я не понимаю почему не отказался сказать же по взаимному согласию ну опять это полина он скорее всего просто не ожидал такой реакции как бы что ж теперь это все дым ну ка это нет подожди а подожди а мы не напрямую как бы лечу нет это все дым подожди нет мама они же такие ходили типа тогда он расстроится да ничего не поймешь что делать нельзя потом они поженятся будет сосаться со всеми подряд ну и ладно так нельзя ну да дым от костра пошла привет а я думал то в смысле образ да иногда очень раздражает ник вам не поверил обидно но зря ты убежала а ты зря пососался понятно вот так так ты и эмма что подожди ну да раз он не поверил давайте пусть поверит похоже эмма к тебе неравнодушна да что нет она хотела чтобы джейка привновал а я подыграл молодец как то ты немного увлекся молодец слишком на оскара ты пошел прям с такой игрой я был рад немного позлить джейкоба вот а ты в курсе ты не только джейкоба позлил придурочный какой поцеловать алло ага блять давай сосаться он щас там не пойми с кем сосал что я с ним буду целоваться ага щас вот блять слишком дохера поцелуев у тебя на кроват на квадратные десять минут площади понятно не думаю что все это спланировала эмма а кто ну кэтлин и парни вместе но она главная ее стиль нет такого ничего не было по крайней мере не видел эта игра такая идиотская да извинения проявить свои чувства тупая игра блин ну давайте уже их немножечко сведем ну потому что ну в конце-то концов они хоть как-то там может быть поближе будут ну не знаю в ней можно проявить свои чувства чего или позволить эмме с джейкобом использовать нас для очередного акта своей дебильной драмы это ты позволил ты ну так эмма тебе все-таки нравится нет я же просто тупая игра и все не на дурак помнишь на второй или третий день нам поручили взять детей в веревочный городок на острове мы там встретились и там еще был мальчик с которым случился кто-то стрекочет что он там случилось с ним но я успел его переодеть пока никто не заметил аааа сикнул чуть-чуть кроме тебя бывает дети в конце-то концов а что она должна была побежать кричать пацан обоссался у нас был инструктаж первый день да там была толпа народу и кстати ты вел себя ужасно я поздоровалась а ты едва кивнул в ответ блин извини ну блин ну блин вайду запарился вечно дразнит их чего джейкоб такой эмо иногда тоже они что ебанутые дебилы всякое бывало это нормально что у них там в лагерях и мне есть чего стыдиться вожатый это твой старший друг товарищ он практически тебе какой-то родитель на время у него даже в мыслях не должно такого появиться чтобы он захотел это что за дебилизм это что блять за вожатый что за лагерь такой вы детям ломаете жизнь алло критика критика кого джейкоба сейчас будет или что что никто не безупречен но тогда в веревочном городке я поняла что кого хочу поцеловать ну ты правда пацана мелкого чтоб не грустил я и не знал ну тогда я не мастер выражать свои чувства все такое но я очень рад и и ну ты мне тоже нравишься ну типа а может и не нравишься кто первый подвижится сад стены сяду судя по зрению это что-то страшно это какой-то это да 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 монстр так ладно он ливнул они реально ходят по лесу без фонарей без его блять как так можно у у меня ноль вариантов как мы будем выбираться из этой хуиты нет нет рычит кабаны не рычат сейчас нас дед спасет это медведь и быстрый быстрых медведей разве его ну да но это не похоже на медведя беги ах ах нет нет ах ах Дед спас Дед спас, помочь Нику Ник, о боже Там кто-то нас прикрывает, я слышал, это дед Блядь, дед, шмаляй еще раз, дед Шмаляй, дед Дед заебал, шмаляй Спасибо Ага, насрать, да, на мои варианты, хорошо А может Нику-то поможем все-таки, нет? Аккуратно Вверх Ебать, куда-то отключено было Спрятаться, бежать, но пока надо бежать Нажимать или что, нажимать или что Что, блядь, красная, покраснела Все, нажимать Меня такому не обучали Залезть на дерево Не надо Зачем? На дерево я буду в ловушке, все Если уж я не стал прятаться, то на дерево нет смысла залезать Потому что эта ловушка, это конечная тупик Надо продолжать, когда ты к цели идти И все, блядь, мы выбрали бежать, побежим Нас кто-то прикрывает, это уже хорошо Ладно Мои варианты здесь не работают Так, не дышать, не дышать Держу кнопку мышки Ебать, тут вообще разом все собрали Маньяки, монстры, призраки Гениально Зачем остановиться на чем-то одном, когда есть все сразу Дыши, не дыши Не дыши, сказал Краснота не ушла еще Опа, дышу Я чуть-чуть еще про запас не подышал Так, она бросила Ника, несмотря на то, что я решил ему помочь Это неправильно Это отвратительно На этом и закончим на сегодня На этом, на слезах Джейкоба Начинаю запоминать Начинаю запоминать Джейкоб Кепка Николашок Все, больше никого не помню А, Ник, подожди, Ник, подожди, кто такой Ник? Ник, тот или это не знаю Короче, ладно, разберемся, кто из них Лашок в следующей серии А пока что началось Началось, а я так понимаю, что все-таки дед нас прикрывает Потому что дед каким-то образом Ну, а кто еще, кроме деда, мог стрелять в этого Виндига или кто это такой? Никому, в принципе, больше недоступно оружие Потому что был только дед Он сказал, а ну нахер, куда ты пошел? Значит, он был рядом с лагерем Значит, он где-то слышал Значит, он видел Значит, он молодец Ссылка на пульс в описании под видео Подписывайтесь на канал, на паблик, на твитрах, на телеграм Комментируйте, ставьте лайки Не забывайте про колокольчик Ставьте там все уведомления И сегодняшний день Все ребятушки Всем пока Раньше здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok